Он единственный в мире институт гигиены детей и подростков. Здесь изучают связь учебно-воспитательного процесса со здоровьем. Изучают, чтобы помочь ребятам перенести нагрузки, которые возникают в наш научно-технический век. Например, специалистам важно знать вопросы адаптации первоклассников к школе. Ведь школа – новый этап в их жизни. Происходит перестройка организма. Различные тесты – вот и такой. А также изучение эмоционального состояния и другие исследования дают возможность выработать критерии готовности к школе. Ученым важно знать и степень дозировки физической нагрузки для детей и подростков в учебном процессе, при труде, занятиях, спортом. С помощью биокибернетических методов специалисты изучают выносливость к нагрузкам со стороны сердечно-сосудистой, мышечной, нервной системы, а также дыхания. С аналоговой вычислительной установки вся информация передается на ЭВМ. Здесь идет ее обработка. Машина непосредственно участвует и в эксперименте. Она разрабатывает и проводит специальный режим исследования. Галина Николаевна, институту 20 лет. Вот какой можно вывести главный итог его деятельности? За 20 лет нашим институтам сделано много. Мы занимаемся в основном нормированием внешних факторов внешней среды, которые влияют на формирование, развитие и здоровье детского населения. Скажем, вопросы строительства. Очень много строится школ, детских садов на различных внескольных учреждениях. И мы, медики, должны сказать, как строить так, чтобы условия в них были созданы, позволяющие укреплять состояние здоровья детей и правильно помогать правильному формированию детского организма. Но мы занимаемся тоже и нормированием самой деятельности детей и подростков, то есть учебный процесс. Режим дня ребенка давно разработан, как должны себя вести дети, какой образ жизни у них должен быть создан и в школе, и в семье. И все это делается только в соответствии с нашими рекомендациями.